Итак, дорогие друзья, если вы столкнулись с ситуацией, что вы хотите перенести данные с Android устройства на iPhone, то это видео вам прекрасно и подробно расскажет, как с помощью одной программы вы сможете эту процедуру проделать. С вами Владимир, добро пожаловать на канал Apple Expert. Итак, друзья, вам понадобится одно приложение, которое вы скачаете на Android устройство, оно называется «Перенос данных на iOS», ну или если на английском, у вас получится «Move to iOS». Вот, вы его скачиваете, по процедуре все как в видео, я вам все озвучу и покажу, как это все сделать. Итак, друзья, хочу напомнить вам, что у меня есть друг, который помогает законным путем вернуть вложенные средства за донаты в играх по всему миру. Возвраты производятся как в App Store, так и Play Market за период от 60 дней до 540 дней. Есть возможность также помочь тем людям, которые заморозили учетные записи за самостоятельное вмешательство возврата. Поэтому, чтобы избежать таких нелепостей, советую обратиться к данному человеку. Все данные будут закреплены в комментарии и в описании под видео. Первое, что нам нужно сделать, мы сбрасываем настройки на iPhone под заводские, или же мы берем новый iPhone, как у вас, активируем. Проходим всю регистрацию, выбираем язык, выбираем наш регион, делаем настроечку телефона, как это делается по стандарту. Все, опять же, выбираем нашу Wi-Fi сеть, подключаемся, все, жмем далее, далее, конфиденциальность, Face ID, код, пароль настраиваем. И вот здесь важный момент, переходим на тот самый пункт, что нам нужно восстановиться с Android, то есть перетянуть данные с Android. Вот, нажимаем на этот подпункт и дальше самое интересное. Нам нужно убедиться то, что устройство, наш iPhone, будет места достаточно при том, что мы будем перетягивать данные с Android. То есть учитывайте, сколько данных на Android, плюс все медиафайлы, приложения, это весь объем, прегрессуете все, что на SD-карте, фото, видео и так далее, и так далее, с резервной копией. Суммарно там будет примерно 60-70 гигабайт. То есть, чтобы iPhone был больше, чем 64 гигабайта, 128 отминусуете эти все данные. Это обязательно, потому что все данные не перетянутся. Они и так могут все не перетянуться, поэтому вам будет нужно контролировать этот процесс. Поэтому, как все мы это проверили, берем наше Android устройство, переходим в Play Market, качаем наше приложение, нажимаем на него, жмем дальше. То есть, все по инструкциям, все то, что нам предлагают, чтобы активировать эти все дела. Но, опять же, не забывайте то, что я вам говорю, не спешите. Код, пароль, который светится на iPhone, это идет сейчас у нас созданная Wi-Fi точка, к которой нам нужно будет подключиться. На Android мы все это подтверждаем, даем все разрешения на геолокацию, на файлы, на папки, на приложения, на медиафайлы и так далее. То есть, все, в верхнем правом углу мы жмем все дальше, подтверждаем. Здесь нам нужно будет ввести код-пароль, но не этот код-пароль. Нам до этого нужно будет на телефоне сбросить все подключенные Wi-Fi сети, чтобы подключиться. В данном случае, вот сейчас будет сбой синхронизации, потому что мы не сделали точку соединения с Wi-Fi. Только после того, как мы сделаем точку соединения, подключенного именно от iPhone, которая созданная точка будет на раздачу Wi-Fi. Аж потом, когда мы введем пароль от Wi-Fi, название сети, именно это и будет пароль. И потом только мы вводим те цифры, которые нам дает iPhone, для того, чтобы перетянуть данные. Так вот, берем наше Android-устройство, возобываем все Wi-Fi сети, находим нашу новую созданную Wi-Fi сеть именно от iPhone. Вводим название сети, именно это и будет пароль. То есть, вводим точно так же, как написано нам выбивает, точно такую же сеть с пробелами, с цифрами, с буквами. И все, подключаемся к сети, все, точка создана. Дальше опять переходим в наше приложение и продолжаем перетягивание данных. Дальше нам останется ввести только тот код-пароль, который уже светится на самом iPhone. Мы его вводим и все, и идет перетягивание данных. Здесь осталось только вопрос времени. Это может занять от 20 минут, может и быстрее, все зависит от ваших данных. Чем больше ваших данных, тем дольше оно будет. Чем меньше, естественно, тем быстрее оно все будет. Мы выделяем все те данные, которые хотим перевести и жмем дальше продолжить. И только осталось подождать. Ждем, этот процесс может быть долгий, может быть быстрый. Я уже объяснял. Но потом перепроверьте на всякий случай, может где-то что-то не перетянется. Еще обращу ваше внимание на то, что данные не перетянутся только в том случае, платные приложения не перетянутся, которые у вас были на Android устройстве. И возможно те приложения, которых вообще нет на iPhone, для iOS платформы. Тоже обратите на это внимание. Но контакты, сообщения, фото, видео, это я вам гарантирую. Точно перетянутся и основные данные. Но после того, как вы перетянете, все-таки на Android, на iOS устройство перепроверьте для себя. Ну а дальше дело за малым. Нам нужно продолжить ввести у нас текущий Apple ID на iPhone, если есть, либо же новоиспеченный. Вводите все необходимые данные, активируется телефон, просто подгоните и проверите все эти приложения. Доступные, недоступные, то есть нужно будет подождать, чтобы Wi-Fi был подключен к iPhone, была хорошая скорость. Быстрее подгрузить все необходимые данные. Опять же, перепроверяйте. Если же где-то какие-то данные не перенеслись, вы просто еще раз прогоните через эту программу. Все получится. Также забыл сказать самое важное, когда вы будете делать эти все процессы, сразу же подключите ваши Android и iPhone к зарядным устройствам, чтобы они стояли на зарядке, чтобы избежать выключения устройства, прерывать эти все процессы, чтобы не терять данные или еще какие-то казусы не произошли. Просто поставьте на зарядку и делайте, чтобы была уверенность в том, что заряда хватит на обоих устройствах. На этом все, дорогие друзья. Надеюсь, видео было вам полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши пальцы вверх. Это меня мотивирует записывать еще больше видеороликов для вас. Делитесь с этим видео с вашими друзьями, близкими, знакомыми. Сделайте небольшой репост. Закрепите ссылки, видео, канала, там не важно, в соцсетях ваших профилях. Дайте небольшое описание. Это даст мне еще большую мотивацию, чтобы я записывал для вас очень много полезных видеороликов. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok